День города в студии Валерий Седов В Рязани начался суд над бывшим директором рязанской автоколонны 1310 Николаем Ворониным. На последнем заседании мужчина не согласился с обвинениями в растрате. В ходе проверки выяснили, что автоколонна не вносила в реестр опасные объекты. Не было журнала учета, а также не были аттестованы должным образом сотрудники по работе с опасным оборудованием. Еще два штрафа по 5000 рублей предприятие получило от дорожного контроля. Деньги за неуплату всех нарушений за сотрудников оплачивались из казны предприятия. Оплата проводилась по фиктивным договорам подряда. В ходе следствия суд планирует допросить свидетелей по делу. Всего 15 человек. А также исследовать материалы и выслушать позицию обвиняемого. Список рязанских дорожных ям снова пополнился. Не выдержал летних дождей. Асфальт на улицах Скоморошинской и Щедрина. Яма глубиной более полутора метров образовалась рядом с Ростелекомом. Заделывать ее никто не спешит. Продолжит Дина Ислеева. Кресло на дороге – это не намек, что пора отдохнуть. Его поставили, чтобы отметить место, где провалился асфальт. Яма довольно глубокая, зато креативно оформлена. Рязань скоро из города с самым большим количеством ям превратится в город, где научились из каждой вывоенной делать арт-объект. Заделывать ямы не спешат, зато повесили знак дорожной работы с надписью «Работай умри». Рядом получили вторую жизнь холодильник Минска и кухонные полки советских времен. Их, как и кресло, сначала выбросили в мусор, но потом передумали и решили, что они еще послушают. На дороге. Этот провал шире – больше метра в диаметре и глубже – сантиметров 40. Если заглянуть в яму, видно, под асфальтом продолжает размываться песок. Вот буквально, наверное, два дня назад. Ну вот жара, как это было. Последний день жары, как раз вот эта вот яма, она у нас провалилась. Ну тут же водоканал, он как это самое, они песком засыпали, и тут же сразу асфальт. И все. А вода-то подмывает, поэтому такие ямы. Это не единственные сюрпризы, поджидающие водители на дороге. На соседней улице Щедрина яма еще больше, занимает целую полосу. Еще одна яма глубиной более полутора метров. На улице Щедрина ее никто не спешит заделывать, хотя есть риск, что асфальт будет обваливаться дальше по краям. Пока ямы огорожены, и аварий из-за них на дорогах не было. Но неизвестно, как дорожное полотно отреагирует на погоду. Синоптики обещают, что все выходные будет идти дождь, а значит, провалы могут увеличиться. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Нелегальный алкоголь в Москву поставляли из Рязанской области. Небольшие подпольные заводы обнаружили в Михайловском районе и на проезде Шабулина в Рязани. В сообщении правоохранительных органов говорится, что факт незаконной перевозки алкогольной продукции без маркировки был установлен на посту ДПС на трассе М5 «Урал». В грузовом автомобиле было обнаружено около 24 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции различных наименований. В ходе проводимого расследования стало известно, что производство и хранение данной продукции осуществляется в Рязани и области, а также в Москве. Алкогольную продукцию без лицензии и маркировок производили и на проезде Шабулина. Здесь сотрудники правоохранительных органов нашли полуавтоматическую линию разлива, более миллиона поддельных маркировок и 80 тысяч бутылок поддельного алкоголя различных наименований. Также сотрудники обнаружили почти 8 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. При проверке помещений в городе Михайло в Рязанской области также установлен факт производства алкоголя без лицензии и соответствующих маркировок. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что в настоящее время все основное технологическое оборудование, готовая продукция, сырье и транспорт арестованы. Проводится административное расследование. Умер до приезда скорой помощи прохожие стали очевидцами несчастного случая на улице Советской армии. Женщины увидели, что мужчине, который шел впереди них, стало плохо и он упал. Несмотря на дождь, ни зонта, никаких-то вещей при нем не было. Женщины стали звонить в неотложку. Остановился водитель на скорой, который ехал не по вызову и без бригады врачей. И еще раз передал вызов по рации. Он оставался на месте, пока не приехала бригада врачей. Они только отметили, смерть наступила внезапно. Что стало причиной, неизвестно. При мужчине нашли документы, которые помогут установить личность и найти родных. Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы двум работникам ООО «Возрождение» в поселке Чучково. По данным следствия, с января по март 2017 года директор недродобывающей компании ООО «Возрождение», имея на кассе и на счетах предприятия деньги, умышленно не использовал их на выплату заработной платы в полном объеме. Как установлено следствием, директор расходовал денежные средства на различные хозяйственные нужды своего предприятия. В результате перед двумя работниками образовалась задолженность на общую сумму более 250 тысяч рублей. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки по обращениям работников организации. Это уже не первый случай в Рязанской области, когда работодатель не выплачивает зарплаты подчиненным. В июле прошлого года на трех предприятиях Шиловского, Михайловского и Скопинского районов в результате действий следственных органов была погашена задолженность по заработной плате. Чуть менее трех недель осталось до самого зрелищного события лета. Международный фестиваль воздухоплавания «Небо России» будет проходить с 8 по 11 августа. Торжественное открытие состоится, как и в прошлом году, на территории Рязанского Кремля. Подробнее расскажет Мария Рудая. Воздушные шары над городом – зрелище поистине невероятное. Ежегодно в Рязани проводится международный фестиваль воздухоплавания «Небо России». В этом году побороться за звание лучшего приедут пилоты из Воронежа, Тулы, Москвы, Перми. Это далеко не вся география фестиваля. Не обойдется на этот раз без нововведений. Летное поле в вечернее время. Поселок Шумыш использоваться активно не будет. Все мы знаем почему. И утренние полеты будут проводиться в пойме в районе Оксского Шумыша предварительно. А вечерние – в районе Куйбышевского шоссе Протасово-Турлатово. «Небо России» каждый год ждут все больше людей. На открытие и закрытие приходят с целыми семьями. Приезжают в Рязань как именитые пилоты, обладающие многими титулами, так и новички. Планируется провести в рамках фестиваля чемпионат Центрального федерального округа и Кубок Рязанской области. Открытый, соответственно, сейчас подали заявки уже 17 пилотов. Максимум, то, что мы можем в этом году переварить, это 20 команд. Штабом фестиваля «Небо России» уже традиционно станет гостиница «Учитель» на улице Урицкого. Там и разрабатывается план полетов. Мария Рудаева, Валерий Седов, телекомпания «Город». На кого оставить животное во время отпуска, снять номер в гостинице и попросить приютить любимца знакомых или взять в путешествие с собой? Ответ на эти вопросы смотрите в нашем следующем сюжете. У Андрея и Татьяны Козьных живут два декоративных кролика. Когда пара собирается в отпуск, тут же возникает вопрос, кто будет присматривать за Машей и Сеней? К сожалению, некому оставить наших кроликов, потому что у кого-то кошки свои есть, кто-то разъезжается по дачам. Родителям приходится приходить и кормить кроликов. Но в последнее время они не могут. По словам хозяев, брать любимцев с собой – плохая идея. Ведь такой вариант может доставить массу неудобств как хозяевам, так и животным. Они очень плохо дорогу переносят. На новом месте они хорошо обживаются, но это просто везти, собирать. И надо брать с собой сено, корма, поилки и так далее. Поэтому проблематично. Плюс, я так думаю, у нас есть два автомобиля, не у всех есть машины, чтобы возить животных с собой постоянно. Так на кого же оставить любимца? К счастью, вариантов много. Один из них – забронировать номер специальной гостиницы для животных. В нашем городе таковые есть. Стоимость номера в отеле зависит от того, насколько вы оставляете животное, от его размера и питания. Такая услуга есть и в приюте «Лучшие друзья». За небольшую плату вашего животного будут выгуливать и кормить несколько раз в день. Хозяевам необходимо предоставить документ о том, что у питомца есть все необходимые прививки. Если собираетесь куда-то в отпуск, то хотя бы за две недели попытаться найти какую-то гостиницу или попросить друзей, чтобы на это время кто-то смог взять ваше животное. Если животное знает родственников или друзей, ну, кого-то хорошо и друзья согласны, взять, конечно, лучше к друзьям. Но если такой возможности нет, то уже обращаются в гостиницу. Но мы стараемся создать животным какие-то максимально комфортные условия. По словам работников приюта, они могут разместить только собак и кошек. Поэтому хозяевам хомячков, черепах и прочих любимцев придется искать другую передержку. Еще один вариант – бюджетнее отправить животное пожить в другую квартиру. Если вы решите воспользоваться такой услугой, то в первую очередь необходимо осмотреть помещение, в котором собирается гостить ваш питомец. Много ли там животных и соблюдаются ли санитарные нормы. Другой вариант – нанять человека, который два раза в день будет проведывать питомца. Но многие хозяева боятся отдавать ключи от квартиры незнакомцу. Поэтому такое решение не пользуется популярностью. Помните, что нужно позаботиться о вашем животном заранее, заняв место в гостинице или предупредив знакомых. К сожалению, именно в сезон отпусков животных чаще всего выбрасывают на улицу. Хозяева обязаны понимать, что они в ответе за своих любимцев. 15 июля официально стартовал сезон продажи арбузов и дынь. И в магазинах, и на рынках уже вовсю торгуют этими бахчевыми. Но не рано ли сейчас покупать эти ягоды и насколько они безопасны, узнала Мария Рудая. Вот у нас арбузики, пока что еще не товарного вида, но уже, так сказать, подающие надежды на то, что они вызрюют. И вот сейчас момент такой, сейчас они растут, по идее нужно брать и отрывать вот эти кончики. А это зачем? Чтобы арбузы развивались, чтобы они вызревали, по крайней мере. На этот раз шоумен Дмитрий Беляев предстал в необычном ампула садовода. К делу он подходит со всей серьезностью, чего только нет на его дачном участке. Ягоды, помидоры, перец, виноград и главный герой – арбуз. Точнее, три пока еще маленькие бахчевые ягоды. Четыре года назад Дмитрий уже выращивал арбузы на своем участке и уверяет – было вкусно. Такие районированные сорта арбуза, огонек и прочие, многие просто их знают тоже, люди, которые выращивают. Они не крупные по размеру, такие вырастают, гандбольный мяч, скажем так, но они внутри красные, с черными семечками маленькими, вкусные, сочные. Сейчас все больше людей стараются выращивать арбузы и дыни на своих приусадебных участках. Так оно надежнее. Кроме воды и тепла ничего не используется, а натурально – значит полезно. Выращенное своими руками всегда вкуснее. Но если альтернативы нет, можно купить арбуз в магазине или на рынке. Сезон был открыт 15 июля. При этом продавцы заверяют – самые первые арбузы и дыни были с нитратами. Сейчас их везут в основном из Дагестана. Там сезон начинается значительно раньше, поэтому бахчевые успевают созреть прямо на грядке. Уже скоро начнут возить дыни и арбузы из Астрахани, позже – из Краснодара и уже в сентябре-октябре – из Ростова. Для обывателя выбрать сладкий и спелый арбуз – целая наука. Хотя продавцы уверяют – здесь все просто. Самая сладкая – это получается девочка. Девочка – это у нас тонкая. Это мальчик вот здесь. Это девочка. Кружочек поменьше, побольше. Да. Поменьше – это мальчик, побольше – это девочка. Это будет, значит, однозначно слаще, чем мальчик. Выбрать еще можно вот так вот. Стучите. Если он звонкий, то значит он будет сладкий и спелый уже. Арбузы и дыни имеют богатейший состав витаминов и микроэлементов. И те, когда обладают целым рядом полезных свойств, среди которых улучшение зрения сердечно-сосудистой системы, борьба с анемией, укрепление иммунитета, список можно продолжать еще долго. Но не менее полезно для здоровья и выращивания арбузов. Ведь давно известно, что природа – лучшее лекарство. Дмитрий Беляев знает об этом не понаслышке. Он на даче с детских лет. Сейчас для него свой собственный уголок природы – это отдушина от городской суеты. Постоянные мероприятия, которые по выходным в основном проходят. И вот это много народа, шум, гам, музыка, дискотека. Все это немножко так постепенно голову заполняет. И хочется такого вот единения с природой, тишины. И вот приезжаешь именно на такие вот участки, места свои, и начинаешь ухаживать в тишине, за растениями. Пока Дмитрий ждет урожай арбузов, уже строит планы на следующий год. Возможно, будет расширяться и поставить вторую теплицу. Тем же, кто не может похвастаться арбузами на своем огороде, придется довольствоваться тем, что предлагают магазины и рынки. Но не стоит забывать, что ко всему нужно подходить разумно. У продавца всегда можно попросить сертификат соответствия. И если его нет, покупать, конечно, не стоит. Ведь со здоровьем шутки плохи. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». 14 июня начался чемпионат мира по футболу. Впервые в истории он прошел в России. Целый месяц футбольных игр, полный радостных побед и печальных поражений. Матчи были сыграны более чем в 10 городах России. И хоть Рязань игры обошлись стороной, горожане смотрели каждую игру. Как на нашем городе отразился чемпионат мира, смотрите в нашем следующем сюжете. Это можно сравнить только с лихорадкой. Люди после работы спешили домой, чтобы занять свои места у телевизоров. Другие же собирались на центральных площадях города и смотрели игры на большом экране. С семьей смотрели. Ну и как вам игра нашей сборной, как себя показала? Мы в восторге. Нормальные, молодцы. Вроде бы начали играть. России очень понравилась игра, но очень не понравилось то, что наши действия были все время в обороне. Мы не выходили из обороны практически. А так игра очень хорошая, наши постарались очень сильно. Мы вообще футболом не увлекаемся, но за счетом следили и за наших болели. Вместе радовались и переживали тоже вместе. Игры чемпионата мира объединили всех. Чего только стоят эти кадры, где рязанцы с большим размахом празднуют победу над сборной Испанией. Автомобильная полоса на улице Первомайской была перекрыта машинами с болельщиками. По улицам ходили люди с флагами России, а на центральных площадях было столько народу, что можно сравнить только с большими праздниками. Среди рязанцев были и те, кто смотрел игры чемпионата на стадионе. Ирина побывала только в двух городах – Саранске и Казани. Девушка была на двух матчах – Франца-Аргентина и Панама-Тунис. Большой стадион, множество болельщиков со всего мира. По словам Ирины, это запомнится надолго. Эмоции море, потому что действительно огромное количество болельщиков из самых разных стран. Очень много из Южной Америки приехало болельщиков. Из Европы не так много, очень много аргентинцев было. Болельщики потрясающие, очень добрые, очень милые, очень дружелюбные. Я не слышала ни одного плохого отзыва о России, либо об организации чемпионата. Поэтому, конечно, эмоции у всех просто замечательные. Побывать на играх российской сборной у девушки не получилось. Но она смотрела игру в фанатской зоне на большом экране. Подводя итоги чемпионата, Ирина сказала просто – ребята сотворили чудо. Однако и рязанцам в футбольных успехах есть чем похвастаться. Наш земляк Константин Кучаев сейчас играет в ЦСКА. К тому же и в ФК «Рязань» в настоящий момент также есть несколько вполне успешных игроков, которыми интересуются московские клубы. 18 июня региональная команда принимала у себя ФК «Ротор Волгоград-2». Рязанцы чаще владели мячом, больше играли в нападении, чем в обороне. Однако на 30-й минуте матча был назначен пенальти ворота нашей команды. У воротаря Сергея Правкина был шанс повторить успех Игоря Конфиева и отбить мяч. Но, к сожалению, не получилось. Результат 0-1 не изменился до конца матча. Остается надеяться, что ФК «Рязань» себя еще проявит. К тому же подрастает и новое поколение футболистов. На стадионе играют дети, которым нет и десяти. Руководитель футбольной школы сообщил, что матч сборной России мотивирует не только ребят, но и тренеров. Чемпионат мира в целом, он, конечно, мотивирует детей к спорту. Это знаменательное событие, которое, не знаю, будет ли еще в России когда-нибудь. Невзирая на результаты сборной, на чемпионатах и так далее, у нас есть своя работа, основной миссией своей. Мы видим, это, прежде всего, привлечение детей в спорт, чтобы они его любили. Слова тренера подтверждают и успехи команды. Они успели поучаствовать в чемпионате мира для детей, который проводился в Калуге среди команд Центрального федерального округа. В результате жеребьевки детям присваивали форму и логотип страны, за которую им предстояло играть на турнире. Рязанцам досталась сборная Коста-Рики. В чемпионате они завоевали золотые медали. А вот после просмотра чемпионата мира по футболу 2018 года ребята планируют заменить членов нашей сборной. Я болел с мамой и с папой за нашу сборную и за французов. Мы кричали так громко, прыгали. Я хочу попасть в сборную и хорошо играть и много голов забивать. Чемпионат мира по футболу 2018 года стал настоящим событием как для городов-участников, так и для остальных регионов в целом. Неизвестно повторится ли такое событие в дальнейшем. Однако в памяти у нас надолго останется этот необычный и полный переживаний месяц. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Во многих культурных сообществах отмечается важная дата – 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Вот только Рязань на мемориалы поэтому не богато. Город может похвастаться только улицей, названной в его честь. В день рождения Владимира Маяковского мы решили выяснить, помнят ли рязанцы произведение автора. Владимир Владимирович Маяковский. Непревзойденный талант или просто эксцентричный человек? Что думают наши современники об одном из самых знаменитых поэтов начала 20 века? Сегодня мы высушили их мнение на улице, названной в его честь. Я вообще не любитель поэзии, но в принципе стихи такие писал Размашес, конечно, своеобразные. Хорошо для нашей истории. Если школьники будут продолжать изучать его по своей программе, то как бы в этом только плюсы. Поэт он был достаточно неординарный, как мне кажется. Хороший, неплохой был он, это, по поэту. Чего правду говорил, ничего не скрывал. Ну, вот что я, больше я о нем ничего не знаю. Маяковский самый знаменитый поэт. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok